Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, соавтор сайта Изба Вязальня, где мы в школе машинного вязания обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами провяжем узор ажурной волны на однофонтурной вязальной машине. Вяжется такой узор очень просто. У нас есть основная нить, она у меня синяя. И эта синяя нить у меня вставлена в нитьевод. Остальные ниточки отделочные у меня находятся внизу. Видите, вот они здесь вот так и болтаются, потому что провязывать я их буду вручную. Вот эти вот красивые яркие рядочки. Цветов может быть любое количество. Я взяла красный, белый. И сейчас я буду ввязывать розовый цвет. Для того, чтобы начать цвет, я использую струбцину, которая у меня поддерживает нить. Если нет такой, можно просто привязать нитку к струбцине машинки, как рекомендуется инструкция. Но мне кажется, такой способ гораздо удобнее. И так я зацепила ниточку. Беру все иглы, ставлю в среднее рабочее положение. Так, чтобы у нас язычки прикрывали петли. Кончик нити со струбцинкой опускаю вниз. Струбцина натягивает. И получается, что одну нитку я держу, вторая нитка у меня натянута струбциной. И начинаю провязывать руками вот этот красивый ажурный ряд. Ряд волн. В предыдущий ряд у меня волны были на десятке игл второй. Я сделала волны четко по 10 петель, потому что так проще на машинке. Считать ничего не надо. Все прямо перед глазами. Каждые 10 игл у нас распределены на машине уже. Даже отмечать ничего не нужно. Итак, у меня была вот эта десятка и вот эта десятка. Вот они, волны. Значит, сейчас я буду выполнять волны на десятках в шахматном порядке. На первый и на третий. В следующий раз я буду выполнять на второй и на четвертый. Начинаю с любого конца можно, потому что ручная провязка никак не связана с машиной. И поехали. У меня первая десятка. Первые три петли я провязываю вот так, чтобы только петли образовались. Видите, на самых кончиках висят. Здесь у меня метка стоит. И я начинаю вывязывать волну. Сначала чуть-чуть побольше делаю петлю. Потом еще побольше. Еще побольше. И дальше упираюсь пятками игл в заднюю часть игольницы. Три, четыре. У меня остаются три иголочки. Делаю чуть-чуть поменьше петлю. Чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше. Первая и последняя петли этой десятки у меня получаются немножко больше, чем основная. И дальше только захватываю ниточку. Так, чтобы провязалась петля. Все. По чуть-чуть. Провязали 10 игл в притирочку. Вот так, туго. И следующая десятка, которая у меня образует волну. Чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше. Побольше. Максимально упираюсь пяткой игл в заднюю часть игольницы. Нитки с цветными отделочными, матки с цветными отделочными нитками у меня лежат на коленках. Поэтому очень удобно, ничего никуда не падает. Все тут под рукой. Поменьше, поменьше, поменьше. И заканчиваю только образуя маленькие-маленькие петельки. Так, чтобы у меня только провязались иголки. Все, провязали. И теперь ставлю все иглы в переднее положение. Там, где у меня большая волна, постарайтесь это сделать единым движением. Так, раз. Быстро, резко, чтобы петли не смогли соскочить с игл, чтобы они не успели. Всю вот эту вот десятку беру и одним движением выбегаю в переднее положение. Подтянули чуть-чуть вязание. Петли натянулись. И теперь провожу кареткой два ряда. Кареткой с рабочей нитью основной. Опять ставлю все иглы в переднее положение. В среднее рабочее положение. Так, чтобы язычки накрыли петли. И выбираю, какой нитью я буду вязать. Сейчас я буду вязать красный. Я могу взять другого цвета нитку. Это вообще не важно. Как вы понимаете, в данном случае все равно. Могу взять предыдущую струбцинку. Натянуть ее вот так вот, чтобы она у меня, видите, я захватила и начало вязания. Если я натяну, я могу перетягивать вязание. А так, прихватили, зажали и уже это никуда не денется моя нитка. И начинаю провязывать. Здесь у меня была волна. Значит, сейчас я только скидываю петли на нитку. Тугие делаю петли, чтобы только у меня был провяз. Начинается десятка, на которую вывязывается волна. Чуть-чуть побольше, побольше, побольше. Максимальная. Раз, два, три, четыре. И чуть поменьше, чуть поменьше. Маленькая петля. Так, чтобы они волной шли. И следующая десятка у меня идет уже только с захватом петель. Чтобы только провязалась. Провязали. Еще одна волна. Чуть-чуть побольше, побольше, побольше. Максимальная. Раз, два, три, четыре. Максимальная петля, так, чтобы пятки игол уперлись в заднюю часть игольницы. И чуть поменьше, поменьше, поменьше. И совсем три последние петли делаю минимальной. Если я сейчас начну провязывать, у меня вот эти иглы, скорее всего, не провяжутся. Потому что машина начнет их по одной выдвигать. Вот здесь образуются лохмотья. Видите, вот такие вот нехорошие. Поэтому задача быстро это все выставить вперед, чтобы машина не успела испугаться. Натянули. У меня очень хорошо натянулись петли. Провязываю два ряда рабочей с нитью, в которую вставлю нить его. Вот таким вот путем ввязывается подобный рисунок. Можно делать больше рядов. То есть не два ряда, а четыре. Можно делать много разных цветов. Можно между ними провязывать другие цвета. Это все дело техника. Самое главное понять принцип увязывания рисунка. Его обычно вяжут спицами, но мы его можем провязать и на машинке. Как видите, на абсолютно любой машинке. У меня все вот эти отделочные нитки находятся перед глазами. Я беру любую нить и руками провязываю нужный мне рисунок. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова Я беру любую нить.